Добрый вечер, дорогие друзья! Салам алейкум азизларым! Разрешите мне поздравить вас с наступающим праздником Ураза Байран и пожелать вам всего-всего доброго, всего-всего хорошего. Будьте здоровы, будьте счастливы. Ваши семьи, дети и все, чтобы у вас было хорошо. А сейчас я хочу вам сказать, что мы планируем одно, а жизнь подсказывает другие варианты. Нам пришлось срочно вылететь в Москву, и мы сейчас вечером прилетели, немного поспали, отдохнули, и сейчас хотим приготовить плов, потому что сегодня арафат, и надо приготовить плов. Но это в честь моего отца, которого уже давно нет. Поэтому вот здесь у нас мясо, лук, морковочка, горох, изюм, рис. И вот здесь я хочу сделать хворост. Тесто у меня уже готово, сейчас я буду тесто раскатывать, и сейчас в итоге покажу вам, как в процессе всего этого, покажу вам, как я пеку хворост. Вы спросите, а как же вы сделали тесто? Есть такие, которые зададут вопрос. Ну, здесь три яйца, на кончике ножа сода, чуть-чуть, ну, где-то, где-то одна двадцать пятая грамма. Вот. Три яйца, сода чуть-чуть, соль, сахар, немножечко, по щепоточке, немножечко, где-то двадцать пять-тридцать грамм сливочного масла, и двадцать пять-тридцать грамм такого масла, костного. Всё это сделала я тесто, ни грамма воды. Вот такое красивое тесто получилось, эластичное. Сейчас мы его раскатаем, порежем, я вам покажу, как. И мы всё это спечём. Вот здесь у меня, вот здесь у меня находится сахарная пудра. Вот. Алишер её уже смолол, вот так вот красиво. И мы всё красиво сделаем сахарной пудрой. Вот. Придёт кто-нибудь в гости, и мы будем пить чай и кушать плов. Вам всего хорошего. Да. Сейчас Рано придёт в гости. Да. Рано тоже придёт в гости. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю всех с наступающим праздником. Тоже желаю здоровья, счастья, добра, всего самого хорошего. Видите, вот мы шли-шли по рынку, и у нас кое-какие дела появились по семейным обстоятельствам. Мы срочно... У нас были куплены билеты на конец мая. На конец мая. Мы срочно обратились в авиакомпанию. Нас там оштрафовали за то, что мы поменяли рейс. Ну, оказывается, если вы меняете вылет, там штрафуют. То есть очень приличная сумма. Потом мы доплатили ещё за билет и срочно вот выехали. Вот буквально несколько часов назад мы приехали. Рано, спасибо, нас накормила, напоила, встретила. Встретила. Угостила подарками. Дома чисто. Да. Цветы политы, всё хорошо. Дай Бог здоровья моей дочери и всех-всех ей благ. Да. Так что нам свои вкусности принесла. Но мы, правда, сильно были уставшие с дороги, не смогли снять. Но такие мы шоколадные эти с чаем попили, да? Клубника в шоколаде. Так было вкусно. И вот несколько часов уже поспали, даже отдохнули. Да. И срочно встали, так как плов. Традиция есть, обычаи есть. Традиция, обычаи. Накануне такого хорошего праздника священного готовят плов. И мы с мамой Люсей решили приготовить плов. Показать вот людям, как готовят плов. Культуру показать именно Узбекистана. Так как мы носим тоже культуру Узбекистана. Мы очень уважаем Узбекистан, любим. И вот мама Люся, видите, сейчас будет готовить хворост. Еще вы будете хворост готовить или бугурсоки? Нет, я буду хворост готовить. Хворост, да? Да. Ну вот, иногда и мы бугурсаки готовим, хворост готовим, обсыпаем его вот сахарной пудрой. Так что вот так. У нас кое-какие появились дела здесь, в Москве, по семейным именно обстоятельствам. Да. Все хорошо, но у нас бывают в жизни семейные обстоятельства, когда нужно выехать и решить в семье. И срочно решить все дела. Поэтому мы приехали. Вот сейчас уже практически все решаем. Все хорошо, слава Богу. Да. Но наш экскурс по Намангану и по Узбекистану не закончился. Не закончился, да. Так что мы примерно через 2 или 3 недели выйдем. Буквально завтра решится вопрос. Там мы как вылетим, как либо приедем. Ну что-то мы решим. Ну 2-3 недели ждите, и мы будем уже в Намангане в Узбекистане. Да с Богом. Да с Богом, да. Если будем все живы-здоровы, как всегда. Понимаете? Как всегда. Так что мы приедем. Как мы и обещали, то, что мы делаем сбор сейчас. Мы это все выполним. Обязательно мы посетим стардом. Это то, что этот сегодня в канун... Все запланировано. Все запланировано. Поэтому в канун праздника, если есть у кого возможность в честь такого священного праздника, сделайте, конечно, пожертвование. Если есть возможность, имейте в виду. Мы приедем, все, отчитаемся. И все это сделаем. Обязательно. Потому что... По-узбекски это называется садака. Да, если есть возможность, сделайте вот это вот садаха. А мы от вашего имени поможем, сделаем, посетим людей. Да. Проведуем, снимем видео, покажем, как, что. Которые волей судьбы оказались в доме престарелых. Они не виноваты в этом. Это судьба их такая. Да. Там тоже, понимаете, это вот многие... Там есть и русские, и узбеки есть, и различная национальность есть. Да, и татары. Татары есть, вот. И многие люди там вот, у которых, знаете, дети уже нет, не остались. Либо не были, либо... Очень старенькие есть, мне сказали. Либо умерли дети, понимаете? А есть такие, у которых дети выехали, и родителей своих забыли тоже, и не помогают. Это тоже есть. За это тоже не надо умалчивать. Такие тоже люди есть, которые своих родителей забывают. Понимаете? Да. Поэтому здесь никто не виноват, и нам, людям, нужно как-то... Да. Понимаете? Как-то помогать. Помогать. Таким людям. Хотя бы раз в году приехать. Конечно, кроме нас есть другие спонсоры там. Да. Там они в хороших условиях живут. Очень в хороших, да, всё есть. Но всё-таки мы хотим посидеть, поговорить, снять ролик и показать вам, дорогие друзья. Да. Так что вот так вот. Ну вот так вот, мама. Видите, как мы планировали в конце мая приехать, и билет готов у нас был. И клубники поесть, но... Клубники поесть, а тут вот мы ходим, гуляем по рынку, снимаем свои ткани любимые, снимаем людей, разговариваем, общаемся. Садимся в самолёт. Вот буквально, вы понимаете, прям вот как в сказке. Звонок, как говорится, друг откуда ни возьмись. Вот просто звонок, и в течение часа всё было решено. Да. Понимаете, срочно выехать. Благо сейчас современное время. Да. Самолёты... 4 часа 40 минут, и мы уже были в Москве. На Манган, Москва, самолёт. Мы с вами чемоданы собрали, ну, наверное, минут 40 максимум. Да. Даже меньше, да? Да. Это было, конечно, вообще нечто. Сейчас вообще всё это легко. Всё делается через сайт. Раз в сайт завели номер билета, и всё. Всё карточкой своей оплатили, доплатили, и всё, и выехали. Смотрите, друзья, даже этот вытертый, красиво как, смотрите, фикус мой, он прямо, видите, такой холёный, благоухает. Вот. Я очень благодарна Роножке, что она всё смотрела, всё делала, всё убирала, поливала. Да. Мы приехали, уже ужин был готов, всё было готово. Вот. Телефон не работает, у нас этого не было, да? Мы ещё не поменяли сим-карту с узбекской на русскую. Потерялись в этой Москве, поехали на север. Нет, самое главное, я так хорошо знаю дорогу, я же вообще по Москве езжу без навигатора. Ты, может, уставший был? Я, видимо, был уставший, до такой степени уставший на автомобиле. Вместо... Мы же на... Мы же живём в юго-восточном. А мы уехали в сторону Можайска. Да, в юго-восточном административном округе, а я повернул на куда? На север повернул? На север повернул, да. Боже ты мой! И мы где-то 40 километров сделали крюк. Да. Ну, как говорится, дураку 100 верст не крюк, говорят. Самое главное, еду-еду, думаю, что-то не моя дорога. И доезжаю уже до Рублёвки. Да. Пришлось на Рублёвке там повернуться, сделать такой круг и назад. Хорошо, мужчина показал, мужчина показал дорогу и провёз нас. Да. И мы потом нашли свою, как говорится, родину, деревню свою и приехали. Да, но это так говорится, деревню свою, да. Просто на Рублёвке. Вот так вот, друзья. Смотрите, какие красивые у нас эти пахта. Бабайчики. Пахта. Бабайчики. И бабайчики наши. Вот, они все вытерты, помытые бабайчики. Радостные все. Вот. Жду, дождались. Всё отлично. Халву вот привезли какую мы. Вот. Там ещё кое-какую. Так самое главное, звонок поступил. И я быстренько говорю, мама, мы срочно тогда выезжаем. Но я бегу тогда покупать халву. Халву купил и лепёшки. Успел купить шермоны, успел купить домашние лепёшки, успел купить несколько упаковок халвы. Вот. Потому что у нас есть очень хорошие знакомые вот врачи. Они тоже очень-очень любят и мечтают побывать в Узбекистане. Вот. Сейчас все мечтают побывать в Узбекистане. Вчера встречала меня служба, везла до машины в этот, в гараж. Да, вот есть в аэропорту специальная служба. И вот мужчина тоже говорит, я так хочу, говорит, это, говорит, побывать в Узбекистане. Он чуть не заплакал, вы представляете? Я, говорит, в 80-х годах был, говорит, это сказка. А еда какая, говорит. Вот. В общем, вез меня и приговаривал, что тоже хочет посетить Узбекистан. Многие-многие хотят посетить. Сейчас вот и нам, говорит, буду зарплаты собирать. Все расспросил, сколько стоит билет, как поехать, как что. Мы ему все рассказали. Он, говорит, в 80-м году был я, говорит, в Ташкенте. Никак за столько лет не могу забыть запах плова, шашлыка, говорит. Как же я, говорит, хотел бы. Так, Алишер, у нас есть такая резка, такая фигурная или нет? Я сейчас посмотрю тогда. Потому что очень редко делаем такие вещи, я не в курсе. Посмотри, пожалуйста. Сейчас я посмотрю и тогда, наверное, уже мне ставить сковородочку. Да. И вы будете наливать маслицо. Да, сейчас будем жарить. Ну что, мама, вы все раскатали, да? Я так раскатала, все сделала. Друзья, в любом народе эти пекут. В Германии называют крембли, кажется. Еще называют еще как-то. Я это называю хворост, мои бабушки так пекли быстренько-быстренько на скорую руку. Вот сейчас мы уже у нас вот готовый хворост, и мы его начинаем жарить. Так, Господи благослови. Вот, посмотрим, как он будет сдуваться. Ну, ничего, так симпатично. Вот, вот. Пузырьки. О, да. Пузырьки. Пошло, пошло, пошло. Все. Прямо пузырьки симпатичные. Угу. Угу. Вот так. Еще сейчас один бросим, и все. Бумажку я вам подготовил. Вот, молодец. Вижу, сейчас будем переворачивать. Так, так как мы только приехали, масла у нас мало, и масла я налила мало, еще на плов надо. Не хочу Алишера гонять по магазинам, он сильно уставший. Вот так. А вы знаете, вот что-то и раньше у меня столько было сил, вообще нет. А в этот раз, вот второй раз, я так изматываюсь в самолете. Вроде не столько много и летели, всего лишь 4 часа 40 или 50 минут. А так все-таки это, а? Да. Раньше мы с вами по 10 часов и по 11 часов летали. И нормально. Всему свое время. Да, я помню. Вот один раз вы как летели, у вас давление было, помните? Это какой год было? Так страшно было. Ну, это где-то 15-й, что ли, год. 15-й или 14-й год вообще. Страшное давление было. Ну, и конечно. Голос стюардессы. Если больная, зачем летите? А лететь надо было, работа и так далее. Ой. Да, очень было-то, да. Ну, вот так вот печем. Вот такие красивенькие. И потом мы сверху их посыпем сахарной пудрой. Угу. И будет все отлично. Вот она у нас уже готова. Запах какой сейчас. Ой-ой-ой. Прям такой вкусный. Опыт хороший. А если сейчас еще сахарную пудру будем сыпать, вообще будет бесподобно. Угу. Вот, пожалуйста, друзья. О, как они. Всплывают и сразу же это. Так, а сколько штук помещается? Вот. Сразу же мгновенно всплывают. Я поставила уже семерку. Мама Люся, вы прям как из корабля на бал. Только прилетели, и опять жарко-парка готовка и съемки. Так я люблю это дело. Чего же я буду на кровати лежать под телевизором? Да. Да? Хоть нам немножко на кухне. Я соскучилась за своей кухней. Вот, поэтому вот чай попили. Вот, и начали, как говорится, готовить. Я вот сейчас стою, мама Люся, вас... Сейчас, сейчас только что позвонила Серафима, она придет в гости. В гости придет, да, блин? Так что не зря я сказала, что придут в гости. Серафима придет, муж ее придет, придет рано, и мы будем все сидеть, пить чай, кушать хворост и варить плов. Да, Серафима у нас молодец. Она самый лучший флорист в Москве. Да. Это на полном серьезе. У нее даже есть грант и специальное похвальное письмо. Очень талантливая девочка. Да, грамоты от госуслуг, от мэра города Москвы, от госуслуг. У них даже есть ссылка на их предприятие, на госуслугах. Так что, если что, если вы напишите, я могу выставить их сайт. Жители Москвы и Московской области. Да, Москвы и Московской области. Цветы самые лучшие, самые вот именно свежие. У них прямая поставка идет полностью с Европы, там, с заграницы, с наших вот этих садов московских полностью. Так что, можете написать, если вам интересно, я выставлю. Ну вот. Вот так вот. Вот так вот жарится, вот так жарили наши бабушки. Так жарили мы, но сейчас, конечно, это уже очень редко, потому что мы уже, друзья, не двигаемся так, как раньше. И это нам все, как говорится, отлагается на боках, и на животе, и везде. И это лишний холестерин, но хотя бы раз в год такую вещь спечь и попить чай надо. Причем на такой праздник величайший. Мы, я же еще раз говорю, мы чтим и Пасху, и вот мусульманский праздник. Скоро, друзья, я вам хочу показать рецепт куличей. Конечно, еще Пасха далеко, где-то 5 мая будет. 5 мая, да, будет. Да, но я хочу немножечко тоже и сама немножко опять. Каждый год я тренируюсь, раздаю эти куличи своим внукам, детям, чтобы они попробовали. Сейчас уже внуки, молодежь пост не держит так сильно, попробуют, а потом уже я на Пасху, в четверг, пятницу буду печь куличи. А вам я обязательно покажу. Ну вот, видите-ка. Да. Вот, видите. Секундное, да? Да, секундное дело. Только не успели выбросить, уже все готово. Вот с работы прибегало час, и целый таз вот этого хвороста готов, пересыпан сахаром. И все, и мои детки бегали вокруг, и с этого тазика таскали, и пили чай, и все были счастливы, и все было хорошо. Ой, мама Люся, как же, когда, как вы успевали столько работать в жизни? Сейчас вот я, современный человек, вот молодой, да? Если бы у меня было бы шестеро детей, вот я просто в ужасе, это очень тяжело. И вот послушайте, и работать, и уроки, и пойти еще на вот эти вот, как они называются, в школу, значит, на собрание. И туда, и сюда. И разные пятиминутки в конторе были, что только не были, боже ты мой. Было все, потому что, когда человек имеет детей, он имеет ответственность. Огромнейшую ответственность, да. Мы сейчас у нас по одному, по два, и плачемся, тяжело нам. Ты представляешь, что было раньше, шестеро детей, всех надо напоить, накормить, а будь, одеть, дать ума разума, чтобы никуда не залез, так что это все было страшно и тяжело. Так самое главное, вы еще и успевали утром пойти на работу, поработать, в обедичный перерыв, вместо чего чем кушать, спокойно сидеть, помимо этого съездить на базар, в микрорайон, допустим, на зеленый или на черцу, купить быстро базар, там же сесть на автобус, на рейсовый и приехать, и еще пойти опять после обеда на работу и ночью прийти домой. Вот как-то. Такое было, такое было. Все успевало. Ой-ой-ой. Сегодняшняя молодежь так сильно не успевает. Так что не обижайтесь, молодежь. Или, я помню, утром рано встанете, поставите тесто, уходите на работу, в обед приходите, вместо того, чем кушать, быстренько готовите огромный казан еды и еще и нон-йопканский делаете. Еще и тандыр разжигали. В тандыре разжигали. Пацанам говорила разжигать тандыр или сама разжигала, если их не было. И давай печь лепешки. Лепешки спекла и опять побежала на работу, в 7 часов пришла домой. Да. И все это пешком. 5 километров туда, 5 километров обратно. Было такое, было. Все было. Все было. Друзья, 3 года тому назад купила вот это ожерелье в Турции. Ну, до такой степени оно дешевенькое было. Я взяла его, купила. Но это натуральный камень. Первый раз, первый раз я сейчас его одела. И вот такой браслетик. Вот такой браслетик. Вам идет, мама Леся. Правда, вот здесь камешек упал, но вот. Вот такой браслетик. Вам идет, мама Леся. Да. Вот такие вот пироги у нас. Вот такие вот у нас хворост. Видите, сейчас он остынет, когда обсыпем его сахаром, он будет очень вкусный. Да. Правнук к вам придет. Правнук придет, да. Филипп. Мальчик хороший, маленький. Мальчик с пальчиком я его называю. Вот. Он меня называет бабушка Люда. Сейчас дети почему-то называют по имени. Раньше нет. Раньше бабушка, бабуля звали. Сейчас уже по-другому. Ну, что поделаешь? Тенденция времени. Да. Время меняется. Люди меняются. Нравы меняются. Такие вот дела. Ну-ка. Вот у нас как завица процесс такая. У нас уже один лист. Один лист у нас готов. Сейчас я буду раскатывать второй лист. Второй лист. Да? Угу. Водичку вот такую вот с лимончиком сделали. Сейчас будем пить. Детокс у нас идет. Мы любим такие разные вот. Это вот это называется детокс? Да, да, да. Ну, я сколько разной смузи все делаю, чтобы вы пили. Разные отвары, настои. Молодец. Дай бог тебе здоровья. Гречневый чай завариваю. Все. Вы аж некоторые раз даже это. Когда без настроения, говорите, хватит уже, устала я уже пить. Всякую эту. Да. Бяку, да? Да, да, да. Я очень сильно люблю чайный гриб. Но вот видите как, в чайный гриб надо много сахара добавлять. А нам нельзя. А нам нельзя, поэтому я перестал его, в чайный гриб. А так бы с удовольствием. У меня и чайный гриб был, и рис специальный, вот знаете, молочный. И молочный гриб. А рис молочный, рис вот этот он не молочный, а он индийский рис называется. Индийский, да, да, да. Очень вкусный напиток. У кого он есть, скажите, пожалуйста, кто пьет чайный гриб, кто пьет индийский рис. Есть ли он вообще, существует ли он сейчас. Да, если есть, может вы нас угостите в Москве, я приеду, заберу. Да, индийский рис, он очень полезный напиток. Он размножается быстро. Он у меня был. Раньше тоже с людьми делилась. Делилась с людьми, я всегда с ним. Да, я еще всегда считаю, надо быть, всегда делиться и всегда быть этим. Вот к добрости идти, больше к добрости. Больше к доброте, и будет все хорошо. Уже вот прошло больше 30 лет, как бабушка моя умерла в Царстве Небесное, и все еще в Узбекистане ее помнят. Вот в этот раз мы встречались, нет, тогда, когда ездили, да, вот рано мама говорит, ой, говорит, бабушка Клава, какой, говорит, она человек была, ой-ёй-ёй. Так прошло уже сколько лет, больше 30 лет, вы представляете? А люди помнят. Да. Доброту всегда помнят. Все готово, я ее делаю разноцветные. Но мы любим, конечно же, более подзажаристые. Но кто-то любит светлые. Да, поэтому мама и делает Люся и светлые, и темненькие. Выбор, чтобы был. Да, да. Как говорится, на выбор. Вот, друзья, смотрите, мама Люся напекла хворост целую, прям вот, целый-целый блюдо. Блюдо прям. Чуть-чуть, тесто где-то грамм, ой, тесто у нас получилось где-то 450 грамм. Вот с этих 450 грамм у нас получилось целое блюдо хвороста. Здесь у нас, друзья, пока масло калится, я вам покажу. Здесь у нас риса ланга. Вчера привезли, здесь его 450 грамм, пожалуйста. Вот. А здесь у нас сотейники. Морковочка. Морковочка. Сейчас морковочка пригорит. И мы будем бросать мясо. Мясо, да, вот. Так, надо, наверное, крышечку достать. Крышечку, да, обязательно. Потому что здесь не газ, здесь у нас индукционная плита. Опасно. Сейчас быстро она еда. Здесь все в стекле, в зеркалах. Ага, и телевизор еще рядом. Да. А я знаете, мама Люся, как делаю? Я прям вот сковород, да, крышкой и крышкой сургунет, вот как она у нас. Да, 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 и закрывайте сразу. О, все. Прямо как я. Вот так. Видите, что? Сейчас оно чуть-чуть отойдет. Ага. Пошло. О, пошло. И сразу такой самый-самый приятный запах мяса. Самый вкусный запах. Да, и сейчас, наверное, соль нужно запахить, да? Соль, да. Сейчас мы мясо запечатаем. Угу. Опа. Угу. Ну, как бы это чуть-чуть, да? Да. Ну, чтоб сильно не это, не прескало. Надо масло упокоить. Когда масло упокоишь, потом оно уже это. Вот. Мясо у нас запечаталось. Сейчас мы чуть-чуть бросим соли. Прямо мясо вкусно. О. А, да. Чуть-чуть потой. Мы подкидаем чуть-чуть моркови и чуть-чуть лука. Чуть оно все обжарится у нас. Красивенько. Вот. Пожалуйста. Вот так красиво. Теперь уже не прескало. Видишь? Мама, у меня был такой случай. Вот товарища я встречал в этом, на ВДНХ знакомого. И он говорит, буду готовить плов. А я, мне так интересно было, я говорю, а что ты будешь в плов класть? Он говорит, 2 килограмма мяса, 2 килограмма лука, 2 килограмма этого, как оно называется, риса. Я ему говорю, лук поменьше клади, потому что там сахара выйдут с лука. Вот даже сейчас у нас надо было под муковицу нам положить. Видишь, как лука много? Вот сейчас пусть он у нас ужарится хорошо. Мы не будем торопиться. Ибо получится каша или что? Ну. Каша-то-образный будет. По рецепту нельзя так много. Тогда не будет рассыпчатый, видимо, плов, да? А нам нужно, чтобы он был рассыпчатый. Да. Потому что идут гости и хотят плов. Да. Ну, плов это праздничное блюдо. Да. Да и сегодня арафа. А, пас сегодня. Сам Бог велел готовить плов. Да, да. Готовить плов. Ну, вот, понимаешь? Вот опять же, индукционная плита. Уже был бы готов, если бы он был на газе. А вы видите, плита индукционная. Вот стоит на девятке, на самой большой. Вот. И все равно что-то и удерживает она сильно не это, не готовит. Угу. Хотя сковородка разогрета, масло прокаленное, но вот так вот. Ну, вот, друзья, смотрите. Ну, вы видели много раз, как я делаю плов. Вот. Лучок наш дожаривается. Сейчас еще два-три мгновения. Вот. Вот. И мы бросаем морковочку, горошек, лук, горох и чуть-чуть изюма. Вот. Вот одну. Оторвем ножку. Все. Вот так. Бросаем вот так все. Вот. В середину мы кидаем горох. Вот так. А сюда мы кидаем, вот так изюмем. И специи, да? Да. Специи пока я не буду кидать. Вот. Сейчас я наливаю воды. Угу. Вот. Пожалуйста, друзья, мы присолили пока, потом еще попробуем как на соль, и мы еще присолим. Вот так вот. Все. Все. Вот так вот я закрываю. И крышечкой накрываю. Это чтобы горох был более мягче, да? Да. Да, чтобы проварился сухой изюм. Ага. И чтобы это. Все. На троечку ставим. А к нам кто-то пришел. Уже заманят в дверь. И для решения открывай. Ну вот, ждем гостей, друзья. Сейчас заходят гости к нам. Сейчас мы на них посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Сколько лет, сколько зимы я вас не видела, а? Ой, спасибо большое. Ой, Серафима, спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Че ж вы это? Здравствуйте. Вы пропали. А вы вчера приедете. Да. Сейчас могу. Поставим туда. Поставим. Обувь туда, Соня, убирай, сразу же чуть-чуть. Обувайтесь. Мешайте все, проходите. Вот такие красивые цветы Серафима мне принесла. Ой, какие красивые. Красивые. Гляньте, какие красивые. Ага. И запах, а запах какой. А это ирисы? Это орхидея Ванда. Ого. Это орхидея, да? Да. Первый раз вижу такую орхидею. Спасибо большое. Как ваши дела? Все нормально у вас? Андрей, бери курточку у Сони. Пойдемте в квартиру. Идем. Я так и планировал, на самом деле. Проходи. Вот, тапочки. Проходите, пожалуйста. Проходите. Вкусняшки. Ой, сейчас туда заходите. Сейчас мы... Привет, Андрей. Как у тебя дела? Все нормально? Все хорошо? Молодчина. Спасибо. Здравствуйте. Ну, вот это Андрей, мой внучат и зять. Вот это Серафима, моя внучка. Самая старшая внучка. Соня, ты прям с работы. Уставшаяся. Ой, бедная. Да. Цветочки какие, смотрите. Серафима, никогда пустая не приходит. Дай-ка мне вот этот пакетик. А что здесь в пакетике? Что там хорошее? Ну-ка раскроете. Ну-ка откроем. Ага. Сейчас мама придет. У нас всегда сюрпризы. Мы ничего не знаем, когда что, кто что принесет. Мы ничего не знаем, да. Что-то пахнет таким приятным. Ой, здесь клубника. Ну-ка. Гляньте, здесь клубника. Смотрите. Так мы же с вами же так переживали, что мы срочно вылетели и не попробовали клубнику. Это клубника. А вот это петахая. Ой-ой-ой, запах какой. Это фрукт Юго-Восточной Азии. Это петахая. Да. Серафима знает, что бабушка Люся, мама Люся любит очень Таиланд. Да. И постоянно там отдыхает. Скоро поедем. Да, самое главное, чтобы живы-здоровы были. Поэтому она принесла вот такой фрукт. Видите как? Вот молочина. Серафима принесла губцы. Она никогда пустыми руками не приходит. Молодец. Дай Бог ей старого. Колбаска. Краковская бабушка любит ее иногда. Вот здесь у нас бананчики. Да, как без бананчиков. Грибочки, грибочки, шампиньоны, пожалуйста. Капуста будем больше варить. Без борща никак. Пожалуйста, вот капуста. Морковь. Картошка. Целый пакет. А я ее вот сюда на пол положу. Баклажанчики. Будем делать по-турецки. Андрей, там есть эти, как они? Ножнички из тебя нужны. И апельсинки. Открываем этот первый. И апельсинки. Ну вот, видите. Спасибо вам, друзья. Спасибо, ребята. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Ой. Смотрите, первый раз в жизни вижу, что такие есть оркидеи. Да, они вот в таких вот специальных колбочках, когда их отрезают от веточки, интересные как, а? Такие вот как интересные. Клобочки ставят. Серафима, это наши, российские, или с какой страны они поступают? Это юго-восточная озера, наверное. К тебе? С юго-восточной? Да. Это... Прямой заказ, да? У нас не растут такие. Это где-то Таиланд или Малайзия, скорее всего. Да. Видите, как? Такую орхидею вырастить очень трудно. Это вот итальянский пион. Карл Шарм называется. Она у нас все названия цветов знает. Молодец. Это... Гвоздика, да? Ну, крупная гвоздика. И свое название есть, да? А это Андрей Гортензия, да, у тебя в руках? Это Гортензия. Снежная ягода. А вот не знаю, как в простонародье, я знаю, что-то гиперикум. Ага. Ну, возможно, это и есть снежная ягода. Снежная ягода, да. Африка. О, Африка. Ну, они такие длинные. Они коротенькие, они вот такие. Вот там вроде бы директор Кении вот это на розов, да? Да, да, наша российская девушка. Русская девочка. Молодцы. Наши в Кении работают, так что, друзья. Да, в Кении. Наши везде. Молодцы. Гортензия. Сейчас из Колумбии привезена. Это Колумбия гортензия? Да. Колумбийская гортензия. Ух ты, и какой прям вот такой вот набор. Ой, вообще классный. Очень красиво. И он итальянский, да? Я знала, что он из Дали. Придете и принесете цветы. Я очень люблю, когда приходит Серафима, и она всегда приносит цветы. Молодец. Серафима, мы раскрыли секрет нашим любимым друзьям и подписчикам, что ты флорист, самый лучший в Москве, и что у тебя есть грант, и что ты, значит, у тебя специально от мэра Москвы ссылка, и все есть даже на мост.ру, видите? Так что вот так. Да, на мост.ру, мы там представлены, мы можем заказать заточки. А ты тогда потом оставь мне все, я все оставлю. Наши вот друзья-москвичи из Московской области будут заказывать у тебя. Будут заказывать у тебя цветы. Хорошо, спасибо. Мама занимается клубникой в шоколаде. Вчера, кстати, рано приносила коробочку клубники, 9 штук. Ну вот как мы только прилетели ночью. Попробовали вкусное? Ой, да ты что. У нас 5 штук съел, кто-то из нас 4 съел, уже не помню. Наверное, я 5 штук съел. Я за все время один раз только попробовала ее клубнику, все раскуплено у нее всегда. Все раскуплено, да, все берут и берут. У нас вчера была принесена коробочка. Андрей, ты пробовал? Да. Ну как тебе клубника? Очень вкусная. Очень вкусная, да? Там сколько было, 6 клуб, 9 клубничек там было в Нагоре. Там, в общем, еще были слитки из шоколада. Прям слитки из шоколадной. Да, это был пекло. Да. Ну что, ждем плов тогда, видите, как хорошо. Рис замоченный, лук уваривается, время 17.06. Где-то без 15 будем закладывать рис. Давайте тогда. Без 15.06. Пол седьмого будет готово, да, сбок. Еще салат сделаем. Видишь? О, только начали снимать, наверное, рано пришла, да? Наверное, пришла рано, да. Ну как хворост? Хворост едят вкусный. Вкусненько. Бесподобно. Бесподобненько, да? В качестве, например. Сейчас вот позвонила рано, и мы встречаем рано. Может, она еще со Шветой разговаривает там? Чего без камень? Добрый вечер, рано. Доброго. Как дела? Нормально. Как у тебя? Да ничего. Потихонечку. С праздником вас. Спасибо большое. Ой. И наших любимых друзей. С наступающим праздником. А, всех с праздником наступающих. Всем-всем здоровья, счастья, огромной любви желаю. Всего хорошего. Так что попала я сразу под камень. Всех-всех-всех. I love you. Да, сегодня же Арафа. Вот мы и делаем плов. А, так вот я и пришла к вам в гости. Так что давай, проходи. Давайте, сейчас я снимаю обувь, прохожу уже. Здрасте. 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 Заходи. Полбаску режу. Эти, Андрей с этой, с Серафимой пришли с работы голодные. А, здрасте. Здравствуй. Пока мы сейчас плов готовим. Вчера не успели, да, снять? Вчера так хотели снять. Ой, мы вчера такие были уставшие. Да. Сейчас я рано тебе стулочку, да. Вчера нам было не до этого. О, какие шикарные. А что за серьги? Ну, вы покажите-ка себе. На камеру покажите, какие сережки. Что за серьги? Поближе сюда, а то не видно. Ого, ля. Где ты их купила такие? Вот так вот. Видите? Эти женщины только любят ля. Да. Золото. Ну, правильно, надо золото. Поэтому на этой женщине. Берите. Давайте. Я вот так. Женщинам надо только золото покупать. И причем с поводом и без повода. Да. С поводом и без повода. Ой, ну что там у нас? Помидорки пришли. Сейчас помидорки порежем. Мама, самое главное, сколько мы были в Узбекистане. Смотрите ваши какие помидоры. Да. Квашеные. Я даже забыла про них. Я забыла. Что, как дела у нас? Моешь, да? И кофта красивая. Все на тебе красивое. Рано у нас молодец. Сейчас я помидорки помою. Андрей же мне подарок сделал на мой юбилей. Так. Вот, купил мне, как он называется? Не стесняйся, Андрей. А он живет. Ну, в общем, как курсы автошколы. Там плюс 52 или 58 часов вождения. Вот, видишь, молодчина. Максимальный прям взял. Хорошо. Ты молодец прям. Хорошо. То есть... К концу лета уже буду... Оплатил автошколу. Да, да. Буду уже на автомобиле гонять. Даст боженька, да? Не гонять. Ездить, смотри, аккуратненько. Гонять нельзя. Тебе надо было еще, знаешь, поехать в Узбекистане поучиться вождению. Да. Кто, если научился водить автомобиль в Узбекистане, то это самый первоклассный автомобилист. Имейте в виду. Все без правил. Все, потому что особенно все узбеки в Америке таксисты. Все. До единого. Да и здесь тоже. Очень хорошо водит. Нет, правда. Потому что ты же видела, какое правило дорожного движения в Узбекистане? Да, все у нас. Чай закипел. Так что вот так. В общем, вот такие вот дела. Тридцатилетие у меня скоро будет, так что всех вас приглашаем. Молодец. Ты у нас гуслая девочка уже. На юбилей. Да, юбилей будет. Я сначала не хотела праздновать. Ты часу не берешь себе? Андрей говорит, ну надо праздновать. Давай праздновать. Я не сильно ошибка-то и хотела изначально. Ну, ладно. А сейчас видите, я добавляю вам чай. Теперь, друзья, мы закладываем рис. Господи, благослови. Рис у нас прочищенный, промытый. Немножечко стоял. Ну, не немножко. Водички, да? Это 40 минут, да. 40 минут был в воде. Напился водички. И теперь мы его закладываем. Рис. Пожалуйста. Вот так вот. Сейчас я... Весь рис надо выкинуть в сотейник, потому что нельзя рис, чтобы пропадал. Вот. Теперь мы вот так делаем его. Вот так вот. Вот так. Закрываем. Минут на 7, на 10. Вот так пусть стоит. И закипает. Все. И через 7-10 минут тогда мы уже его запарим, да, мама? Тогда мы его уже будем закрывать, да? Ага. Так будем делать все. Гости наши отдыхают. На массажерах. На массажерах сидят. А мы вот с агешером готовим. Ну, тогда мы в скором... Ага, уже. Салатик наш уже готов шикарный. Вот наш салатик. Помидоры, лучок. А я пока присяду. Можно? Ну, вот, друзья. Вода у нас выпарилась. Вот так аккуратненько я ложечкой, так как это у нас сотейник, ну, сковородочка. Вот так вот я делаю этот плов. Пожалуйста, видите как? Вода вся уже испарилась. Сейчас мы его закроем на 25-30 минут. Ну, вы всегда видите, друзья, как я готовлю плов. Вот так вот. Все. Вот. Аропаош у нас готов. Почти что. Вот так вот делаем дырочки. О. Хорошо. Вот так. И так. И все. Вот так не закрываем. Закрываем. Все. Наш плов готов. Вот так выливаем водичку. Ставим на троечку и все. Через 25-30 минут этот плов будет готов. Уже готов будет, да? Ну, все тогда. Все. Хорошо. Встретимся чуть позже. Да. Друзья, друзья, всех с праздником. Вот. Сегодня Арафар. Вот так мы сегодня сварили плов. Вот наши гости сидят. Вот мяско мы вытаскиваем. Вот так красиво. Теперь я вот так вот размешаю плов. Вот. Видите, какой плов? Смотрите. Гляньте, какой красивый плов. Вот получился. Вот. Тут горох есть, изюм есть. Прямо праздничный плов и все. Пожалуйста. Вот. Вот так красиво. Гляньте. Здесь ушло 450 грамм риса. Вот. И где-то 400 грамм мяса. Моркови у нас ушло где-то 300 грамм. И лука 100 грамм. Все. Пожалуйста. Вот такой красивый плов. На камеру мы кушать не будем. Так как еще идет пост. Пост только завтра откроется. Поэтому все, кто кушает, всем приятного аппетита. Кто открывает пост, всем тоже приятного аппетита. Будьте здоровы. И все, чтобы у вас было хорошо. С праздником еще раз. С наступающим праздником. Всего доброго. До свидания. Вот так вот. Будем кушать.